Фрэнсис Нгану запустил челлендж, вызвав Макгрегора, Усмана и Адесанью. Второй номер тяжеловеса в UFC Фрэнсис Нгану запустил силовой челлендж, передав эстафету двум действующим и одному бывшему чемпиону UFC. Цитирую Фрэнсиса. «Я вижу челленджи с отжиманиями. Они забавны, но никто не делает это на одной руке. Хэштег отжимания на одной руке. Камару Усман, Исраэль Адесанья, Конор Макгрегор, я бросаю вам вызов», написал Нгану в твиттер, опубликовав соответствующее видео. Менеджер Хабиба сделал заявление о турнире UFC 249. Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдалязиз сделал многозначительное заявление о турнире UFC 249, которое должен состояться 18 апреля, но до сих пор не имеет официального места проведения. Цитирую заявление. «С нетерпением жду UFC 249. Это будет безумие», написал Абдалязиз в твиттере, опубликовав обрезанное фото, в котором, тем не менее, можно узнать другого его подопечного Джастина Гэджи. Фактически, Абдалязиз подтвердил информацию о том, что Хабиб все-таки не примет участие в мероприятии, а место Нурмагомедова займет Джастин Гэджи, который встретится с Тони Фергюсоном. Отец Хабиба поблагодарил Александра Лукашенко. Отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов обратился со словами благодарности к президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко, который официально разрешил провести в стране турнир UFC 249. Цитирую Абдулманапа. Во-первых, главе государства Лукашенко огромное спасибо за то, что предложил, за то, что есть место, где провести бой. Почему бы не рассмотреть предложение? Я думаю, один из лучших вариантов – это Беларусь, заявил отец Хабиба Абдулманап. Вот теперь становится все очень запутанно. Менеджер Хабиба готовит другого бойца против Тони. Тем временем, отец Хабиба предлагает бой провести в Беларуси. Как вы думаете, какой в итоге будет исход 18 апреля? Напишите в комментариях. Ну а это были самые свежие новости на данный момент. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и обязательно жмите на колокольчик. Ну а на этом все. Всем удачи, всем пока.